Александр Васькин Александр Васькин, который называется Большой театр Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Большой театр от Федора Шаляпина до Майи Полисельской И посвятим наш герой Саша будет Козловский Иван Семенович, да Ой, Иван Семенович Иван Семенович Иван Семенович, я вот подумал Козловский, скажи раньше кому Козловский Лет 30 назад, сейчас скажи Козловский Вот какой, который вот про хоккей Или который артист Да, артист, который хоккеисты играл И люди будут правы Потому что новые кумиры возникают Другое поколение Вот, в общем-то, этой книгой я Хотел напомнить тем, кто никогда не слышал Об Ивана Семеновича Что, оказывается, был другой еще Козловский И было время, когда он имел кумиров столько Сколько не выяснится сегодняшним его Однофамильцу Кстати, удивительно Да и сегодняшним звездам, Саша Все-таки такого восторга И такого умного обожания Не было и нет сейчас Ну, конечно, это такой феномен Или феномен, как это слово Говорят, феномен Говорят, феномен Я даже подумал, что вот нынешний Козловский Очень любит женщины От определенного возраста Молодые, естественно Ну и разные Данила Козловский Он даже как-то успел в Большом театре Я тоже поразился Он вроде как Не тенор, не баритон А у него был концерт Я думаю, может быть, это вот, понимаете Попытка как-то Приблизиться С Иваном Семеновичем Который собирал огромные залы И действительно Поклонницы были преданы ему Всю жизнь Потому что вот у балетных артистов Нет такой преданности Они передают друг от друга Своих кумиров Понимаете Вот они же быстро сходят со сцены К сожалению, да У нас есть, конечно, примеры Когда некоторые никак не сходили Ну, так они и не танцевали Да-да-да Они все не танцевали Вроде как пора уже И вот это редкий случай А в основном так Что вот поклонницы Улановой Все, Уланова сошла со сцены Ну, они, к примеру, там переходят Ну, к примеру, там К Шелест, так, к примеру К замечательной балерине А у теноров не так И у баритонов Вот как они В молодости эти девочки Бегали к Словитянке За Иваном Семеновичем И он старел И они тоже И они состарились Совсем стали уже древними И он одиноко Остался в своей квартире В Брюсовом переулке И они за ним ухаживали Там, выводили его На прогулку Кефир там ему покупали Понимаете Ну, вот такое То есть такая преданность Абсолютная Конечно, конечно И, вы знаете, отказывали Они ему Не то что Себе отказывали иногда Ну, в молодости тоже, наверное Булочки лишние Лишь бы ему цветочек Преподнести Хотя для него эти цветы Ну что, его заваливали цветами Иван Семенович И говорят, он их не любил Да Ну, потому что, наверное, он был Перекормлен вниманием этим Ну, он был интересный очень человек Кстати, вот сейчас много говорят о социальном лифте Что это за явление такое Это когда молодой, талантливый Ну, может быть, даже и певец Или ученый Может быстро подняться По карьерной лестнице Чтобы развивать свой талант Ну, на благо общества, государства Так вот, в советское время Как это ни странно Оно противоречиво Был такой социальный лифт Благодаря которому Иван Семенович так быстро взлетел Он родился в 900 году А в 26-м году уже был приглашен Большой театр Представляете? Невероятно Невероятно Почему так важно в молодости прийти? Потому что, когда ты в таком театре Да, в самом главном театре страны У тебя есть возможность Для развития собственных способностей И силы есть, да И силы есть И Козловский Это не единственный пример Мы, наверное, дальше посвятим В следующих передачах И Лемешеву Обязательно И Рейзену Все они родились Бог знает где В каком-то захолустье Да, там Ну, Иван Семенович В Марьяновке своей Под Киевом В деревушечке Лемешев вообще в нищете В такой жил Что, говорит, есть Даже было нечего Вот он ходил Там ягоды собирал Тот же сам Про Рейзена, можно сказать Из рабочей семьи Из Донецка Да, и все они Смотрите Все они В конце концов Оказались в этом театре И очень долго Без блата, Саша Да, да Вот это очень важно Назовем вещи своими именами Без блата Потому что тогда еще Блата не было Иван Семенович Не было Потом он появился Потому что он стал Любимым певцом Сталина А вот тоже Такая, понимаете Судьба Если бы понравился Не Козловский Сталину А другой певец Их же теноров было много Все было бы по-другому Да И был бы не Иван Семенович Сейчас мы о нем бы говорили А о другом Иван Петрович Понимаете Тоже великий советский певец Хотя Я думаю Что Сергей Яковлевич Лемешев Пел не хуже Ивана Семеновича Это понятно Но он не был Любимым певцом Сталина Но с другой стороны Он и не ненавидел его Сталин Понимаете Он так же ордена Одобрял присвоение званий Орденов Хотя вот со званием Лемешева Долго не присваивали Через 10 лет только ему дали Саша, но все-таки Сын был белый офицер Ну у него сложная Биография там Главное, что Постоянно писали на него еще Доносы Вот одна жена Вторая До пятая До десятая Наши любители-то были такие Ну только сейчас, Саша Ну что же делать И моральный облик, мол, не очень Понимаете С одной не развелся С другой И вот это все поразительно Обсуждалось тогда А сейчас вот мы возмущаемся иногда Какое безобразие по телевизору Грязное белье Вот раньше такого не было Все было На парткомах это все обсуждалось Собираются люди Товарищи по работе, казалось И обсуждают письмо, допустим, жены Которую написал на мужа А потому что она его не может вернуть в семью Понимаете Не может его вернуть Вот обращаются Вот они обсуждают это все Это в порядке вещей все было Особенно в те годы Да и в 60-е Называлось моральное Помните Миронов-то сказал Руссо-туриста Облика Аморали Понимаете Моральный облик советского человека Это был такой фетиш Считалось, что вот у нас советские люди Они все высокоморальные А те, кто невысокое Мы им поможем Потому что советский человек Это совершенство некое Хотелось бы Кап странных, другие люди Как сказал писатель Все животные равны Но некоторые равнее Поэтому одним можно было много Другим Других укоряли Да, других укоряли И что касается Ивана Семёновича Козловского Он очень быстро завоевал Симпатии И публики И верхушки Властной Потому что Представьте себе Уже в середине 30-х годов С ним ничего нельзя было поделать Он чувствовал себя, конечно В Большом театре Звездой Да Ему было 30 Там Ну, 35 36 Молодой парень В принципе Да Молодой Молодой совершенно Но вы знаете Эта ситуация Она не Не типична Только для Советского времени Нет Директор театра Еще императорского театра Теликовский Владимир Аркадьевич Много об этом писал У него дневник есть замечательный Он говорит Что кто я директор Какой я директор Когда вот мне говорят Вот Кшесинская Она решает И я с этим соглашаюсь А в драматическом театре Была замечательная такая Савина актриса В Петербурге Она там в Александринке играла Все она решала Телефонное право было Тоже вот Тогда вот Очень много похожего Я хочу сказать Да главное неизменно Вот Да Почему ты так устроен На все что Мало что меняется Мало что меняется В независимости от политических Воззрений Понимаете Какой строй на дворе Всегда есть прямая связь Ну прямый допустим Театральный Даже не с директором А с тем кто решает Наверху там Это может быть человек Нетеатральный совершенно Да Даже может быть Скорее всего Нетеатральный Да Как вот Кшесинская Понятно что Николай второй Допустим Обожал ее Великий князь Собственно муж Да И все решалось быстро Она допустим Звонит Я не буду выступать С тем-то Солистом Или особенно Не с тем А с той Хочу чтобы она Тоже в этот вечер Все Ту задвигаем Это сюда Интересное очень Акшесинское воспоминание Что она Немножко Стала полнеть Но ей говорили Надо похудеть Иначе сложно Вас поднять Она говорила Как ела пирожное И обожала пирожное Так и буду Вот такая Была Прелестная дама Но мы сегодня Говорим об Иване Семеновиче Козловском Сейчас послушаем Этот голос Послушаем Как он поет И через некоторое время Вернемся в студию Александр Васькин Писатель Историк Москвы Известный Известный человек Ну не как Иван Семенович Конечно Ну и слава богу И слава богу А сейчас Иван Семенович Козловский Еще в полях Береет снег А воды Уже весной Шумят Бегут И будят Сонный брег Бегут И блещут И гласят Они Гласят Во все Концы Весна Идет Весна Идет Мы Молодой Весны Концы Она Нас Вызлала Вперед Весна Идет Весна Весна Идет Весна Идет Идет Теплых Майских Дней Румяный Светлый Горовод Толпится Так весело за ней